Майдану пять месяцев. 21 ноября прошлого года начался стихийный митинг, впоследствии изменивший страну. Евромайдан победил, но почему его активисты все еще не сворачивают палатки? Подробнее наши корреспонденты. Для Олеси Кошелюк, волонтера импровизированной часовни под столой независимости, события Евромайдана сопровождались божьим чудом, уверена женщина. По ее словам, икона стала мироточить. А события ночи 18-19 февраля заставили по-настоящему поверить. Молитва может спасти самое тяжелое время. Ночная молитва с четвертой ночи до пятой ранки спасла Киев, спасла тех, кто тут был. 21 ноября прошлого года Украина обсуждает остановку евроинтеграции. Впервые официально на заседании Кабинета Министров звучит заявление. Документов ассоциации подписывать пока не будут. Журналист Мустафан Айем – один из тех, кто через социальную сеть созывает несогласных на Майдан независимости для мирного протеста. Умова была такая, что все, кто скажет, что я готовый, тот приходит. Я, в целом, был немного в шоке, потому что за первые 40 минут собралось здесь 500 людей. Я решил, что если уже есть 500, то чего ждать. Так появляется Евромайдан. После избиения активистов бойцами Беркута, спустя неделю митинги ширятся по всей стране. Они становятся событиями мирового значения. Родерик приехал из далекой Австралии, говорит, даже сейчас, спустя пять месяцев, Майдан все равно интересен. Я хочу сам во всем разобраться, увидеть собственными глазами, что происходит в стране, потому что у вас тут происходят важные события, и они во всех мировых новостях. Для Пьера, французского скульптора, политические события в Украине стали настоящим общественным чудом. По его словам, он увидел рождение нации. Этому посвящена его работа, которую он демонстрирует тут же на Майдане. На ней женщина будто выходит из глади воды. Я взял друзей единомышленников, приехал еще в декабре, заплатил за все, создал эту скульптуру. Она отображает мое представление о происходящих событиях. Активисты Майдана палатки сворачивать не будут, до победы еще далеко. До выборов, это точно, я буду тут. Я знал, что мои земляки есть тут, и их нужно было поддерживать. Часовня, где служит волонтер Олеся Кошелюк, находится на том же месте, где ровно пять месяцев назад собирались первые десятки протестующих. Для нее очевидно не только проявление чудес Божьих на Майдане. Говорит, больше стало тех, кто верит в Бога и в свою землю. Геннадий Вивденко, Виталий Коваленко. Подробности. Телеканал Интер.